Всем привет! С вами Ольга Чернова и мои обзоры коротенькие сладкого перца. Я вот сейчас вам рассказывала про факир скороспелый, у которого 90 дней, потом про галатею, у которого вегетационный период 120 дней. Вот сейчас мы поговорим о сорте лимонное чудо, которое находится в промежутках между факиром и галатеей. Он не такой скороспелый, но и не такой длительный у него период, как у галатеи. Что о нем пишет нам производитель? Раннеспелый сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Вступает в плодоношение на 105-110 день от сходов. Формирует раскидистые растения высотой до 1 метра. Плоды призмовидные массой до 150 грамм. Толщина стенки 6-8 миллиметров. Вкус отличный. Сорт адаптируется к неблагоприятным условиям выращивания. Урожайность 4,5-5 килограммов на квадрат. Но выращивают, как обычно, на метре 3-4 растения. Сорт, обратите внимание, необходимо выращивать с подвязкой, кольем или на шпалере, с формированием в два стебля. Вот здесь производитель нас сразу предупреждает, что выращивать его будете так же, как томаты. Ему необходима подвязка, но вот мы в коловой культуре выращиваем, кольем привязываем, кто-то на шпалерах. Значит, у вас будут дополнительные, как, дополнительный уход за этим перцем. Перец, конечно, красивый, вкусный, но то, что у него высота метр, имейте в виду, в теплице он будет еще выше. Они вырастают и метр двадцать, и метр тридцать. Это будет полноценное дерево, почти с вас с ростом. Вот я вам нынче показывала у себя в теплице желтый слон. Он вот такой же высокий, но у него форма плода другая. У него, сейчас покажу, у него вот такие плоды. Но он вырастает с меня ростом. Конечно, он очень обильно плодоносит. До самого-самого мороза, до заморозков. Я снимаю очень большой с него урожай, но иногда даже приходится два кола мне вставлять, потому что вот это вот увешанное плодами дерево, можно так сказать, перец дерева, оно очень огромное и тяжесть большая вот этих плодов. А я их держу до полного созревания, так что они все вместе, вот все, какие там есть, висят на этом кусте. И, конечно, его они заваливают куда-то или в один бок, или в другой. Так что вот, что хочу сказать про перец сладкий лимонное чудо, что его так просто, как вот этот скороспелый факир, вы не вырастите. Конечно, будут красивые, вкусные, сладкие плоды, но вам придется за ним поухаживать в течение лета. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова с обзором перца сладкого лимонное чудо. Еще раз хочу вам повторить, что перцы различаются, очень разные. Они различаются и по срокам вегетации. Вы видели, что и 100 дней, и 90. Вот это средний вегетационный срок. И по размеру плода, и по высоте. Вот как вы поняли, вот теперь вот мы дошли до перца дерева, который может вырасти с вас ростом. И что-то с ним нужно будет делать. Так просто вы его не бросите, посадил и забыл. Вот это перец, лимонное чудо. И перед тем, как выбрать какие-то сорта, обязательно знакомьтесь с характеристиками каждого сорта. До свидания.